Авангард Николаевич, скажите, пожалуйста, выбор персонажа, это Ваш выбор для этой работы? Вам было интересно про Солженицына с Солженицыным? Вы понимаете, что я... Выбор этот... Мой руководство театра и режиссёра. Я просил Евгения Миронова, чтобы ту работу, которую мы с Мариной Брусникиной делали в художественном театре к столетию, со дня рождения Александра Солженицына, чтобы мы могли её... Там она один раз была исполнена только, день юбилея. А мне хотелось, чтобы весь материал, который мы там использовали, и прозы, и стихи, и документы, мне хотелось, чтобы это прозвучало, и звучало дальше. И для этого я попросил Марину Брусникину и Евгению Миронова, нельзя ли это сделать, может быть, в более камерном варианте, в Театре нации, и с удовольствием они пошли на это. И таким образом вот подключились новые молодые люди из театра Дмитрия Брусникина, из ученики, учеников и так далее, и так далее, и Марина Брусникина, и молодёжь. И вот хотелось соединиться мне с этим материалом и с молодёжью, и хотелось, чтобы звучало слово «Солженицын». А чем вам «Солженицын» близок и дорог, и почему именно этот период до вручения Нобелевской премии? Близок тем, что он гениальный писатель. У него такая точность письма. Я вот перечитывал «Один день Ивана Денисовича», там несколько страниц, а заключённые строят на работе своей. Они строят под конвоем, они строят стену из шлакоблоков. Одну страницу они и устроят, другую, третью, четвёртую. Оторваться нельзя. Такая динамика, это такое умение передать. А почему? Им, чтобы забыть ужас, так сказать, их существования, надо во что-то вложиться в другое. Мороз при этом был, приличный мороз. Зима, представляете? И вот они стали работать, и как-то это спора пошло, и они как-то перегруппироваются там, и с подноской, подвозкой материалов, они как-то всё это формируют, чтобы этот, 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 это, как это назвать, даже, может быть, знаете, ну, какое-то удовольствие. Удовольствие. Ну, что они делают что-то, и то, что умеют, и согреваются в это время, и они забыли там даже про ужин, и чуть припоздали там на перекличку. Короче говоря, это аж речь шла о стройке. Я уж не говорю про те точности. Невероятные выбранные слова, и так сколочена у него каждая фраза, очень музыкальная. Кстати, вот, хоть Александр Саевич говорил, что у него нет слуха, а чувство ритма у него замечательное, и ритмически музыка возникает. Даже когда он пишет об Иване Денисиче в лагере, представляете? Ну, и другие его вещи. И замечательно выписывает людей, какие у него докторессы, вот эти врачи чудные у него в раковом корпусе. Одна, вторая главная героиня, врачи. Как это лихо написано совершенно. Какие разные характеры, как их жизнь видна вся. Замечательные. Вот такое умение писательское, такая художественность высокая. Я всегда в восторге от его вещей. В восторге. А кроме того, он меня еще восхищает своим мужественным, мужественностью. Какой он мужчина стойкий, жизнелюбный. Как поздно он завел этих детей, когда стало можно. Когда кончилась война, кончились лагеря, детей поднял, какие дети замечали. Семья какая. Женился на Наталье Витриевне. Это тоже выбор великого человека. Вы понимаете? Потому что то, как Наталья Витриевна была его правой и левой рукой, там еще, в изгнании, а потом здесь, а теперь без него. Все на Наталье Витриевне и Солженицыне, и издание, собрание его сочинений. Там должно быть 30, а сейчас 20, там чуть-чуть. Остались там. Ай, вот. Меня восхищает вообще эта семья, и их трудолюбие, их служение. Они служат нам, читателям. И служат таким образом России. Наталья Витриевна, как-то прикасалась к этой работе? Наталья Витриевна была очень рада, когда я ей позвонил, сказал, что Евгений Миронов согласился взять в Театр нации этот проект, его здесь по-новому, в обновленном варианте исполнять. Очень Наталья Витриевна оправилась, и сказала, что любая помощь, и действительно, когда надо было нам что-то уточнить, там по сценарию, то и Наталья Витриевна, и мы все вместе пытались, и Галина Андреевна Тюрина, ее помощница, и родственница, мы все вместе пытались прийти к нашей премьере. Так что помощь была и всяческая, всяческая, а главное поддержка. Скажите, а Вы вот в обычной жизни, ну, все равно она немножечко необычная, она наполнена литературой, театром, употребляете какие-то слова Солженицына из его словаря? Есть что-то, что вот к Вам так? Да нет, Вы знаете, нет. Нет, 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 не могу припомнить, не могу припомнить. Ну, вот я перечитывал, когда один день, ох, вот это он запомнит снова, ох, его бы запомнить, уже голова не очень держит. Скажите, а были какие-то вопросы со стороны молодых актеров о времени, о каких-то реалиях? Ну, Вы знаете, им очень трудно. Они вообще-то ничего не знают, они не знают ничего, они ничего не знают и не виноваты в этом. Вот так устроен наш мир сегодняшний, что они знают, что им что-то надо, они ткнут в гаджет и тут же все узнают. И это такая обманная у них надежда, что они всегда выплывут. На самом деле, они таким образом не развивают ассоциативное мышление. Одно знание другое, а мосты между ними и так далее, и так далее. И это все очень полезно. Было бы. Но я надеюсь, они в интернете, а это тоже развивающая, конечно, субстанция. Может быть, они все-таки воспомнят знание, отсутствие знания истории. Знают ли они Ленин? Кто такой Ленин? Я не знаю, честно говоря. Теперь уже, когда появились где-то памятники Сталина, может, они уже и знают про Сталина. Но так они ничего не знают. Как-то школу мало дает, кроме ЕГЭ, что-то как-то. Или они все думают, что вот-вот, когда-нибудь, когда-нибудь мы узнаем. Но вот Солженицын, как раз и его книжки, они учат истории. Учат истории. И что человеку надо, как эту историю понимать. И как остаться человеком. Как остаться человеком в любой истории. Спрашивали ли они, вы знаете, я сам к ним лезу, постоял. Я говорю, вот это вот это, а вот это об этом, а это о том. Так что, я думаю, что им это интересно. И в конце концов, вот погружение в этот материал, это их очень обогатит, конечно же. Мы все еще в пути. Премьера, то и зрителя не было. Придет зритель, и начнется развитие спектакля. Он без зрителя не может развиваться. И я надеюсь, мы еще будем что-то и подчитывать, и спрашивать у Солженицыных то или иное подробность какую-то. В общем, я очень рад, что с нами Алисан Саич. Авангард Николаевич, а так совпало, что премьера, как бы почти совпадает с вашим юбилеем. Или это такой подарок? Совпало. Нет, нет, совпало. Меня спросила Марина Брусникина, когда будем делать, зимой или весной. Я сказал зимой. И назвал 23 февраля, потому что дальше я не хочу с вами юбилеем буквально, чтобы это соединялось. 23 февраля сделаем премьеру. Ну и так и получилось. А мне хотелось зимой, чтобы не ждать весны. Мне хотелось скорее к этому материалу вернуться. А планы на юбилей? В работе? Планы на юбилей? Тихо провести. Тихо. Как Алисан Саич в ссылке в Казахстане, в Коктере, к Скомауле, тишина, осень, ну, сейчас осени нет. Осень, тишина, зима, природа, тишина, никого нет вокруг. Как хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. С премьерой. С премьерой.